Он не бьет нас в лоб, он бьет нас в спину и подставляет нам под ножки. Поэтому он шепчет, слово «диаболос» по-гречески означает «шепчущий на ухо», «нашептывающий». То есть он шепотник. То есть дьявол – это шепотник, он шепчет. Он шепчет там, ты что, до сих пор веруешь в Бога? Уже ракеты в космос летают, ты до сих пор в Бога веришь? А ты думаешь, он есть? Ну даже если он есть, то раз ты думаешь, ты ему нужен, он про тебя забыл давно. Слушай, так в многом мире удовольствий, и так далее, и так далее. Разве вы не слышите этого шепота? Этот шепот постоянно раздается у человека в голове, благодаря друзьям, знакомым, бабам наперекуре, те, которые типа работают, там женщины на работу ходят, работают, наперекуре, трепят языками. Значит, это дьявол через их языки полощет вот эти самые мысли. Значит, такое вот. Он шепчет, шепчет, чтобы ты не верил. У него две работы. Одна – Богу клеветать на людей, а другая – людям клеветать на Бога. То есть людям дьявол говорит, да он вас забыл, да вы ему не нужны. Слушай, глянь на себя, ты клоп, подумай, сколько людей, миллиарды людей в мире. Он что думает, про каждого будет думать? Про твои мысли, про твое сердце, про твои заботы, про твои проблемы. Кому ты нужен, слушай? Да и вообще, а может быть, его и нету? А вдруг это попы выдумали? Попы. Впервые такую дурость сказали итальянцы в 15 веке. А вдруг Бога нет? А вдруг вы выдумали попы? Попы – это корпорация обманщиков. До сегодняшнего дня многие так думают, что попы сами выдумали Бога. Для того, чтобы тянуть ваши копейки, нужны вам на ваши копейки, слушай. Сколько там этих копейок? Есть лучшие способы обогатиться. Но некоторые думают, что мы придумали Бога, чтобы вас обманывать. Вот нашептал сатана, нашептал. Да мы глупые, мы таких вещей выдумывать не можем. Все попы, собравшиеся вместе, такую великую идею, как Христос, не выдумают. Невозможно, у нас не хватит фантазии. Мы не можем выдумать Бога. Бог, Он ли есть, или нет? Если Он есть, то мы не можем постичь Его, пока Он сам нам не откроется. Это откровение Божие. Есть такое понятие, откровение Божие. То есть Бога, без Бога познать невозможно. Наблюдая за деревьями, за птицами, за рыбами, за водой, за снегом, за льдом, за огнем, ты узнаешь огонь, лед, снег, деревья, птиц, но Бога не узнаешь. Бог скрывается от человека. Бог непостижим. Но если Бог откроется человеку, тогда нужно верить. И Бог нам открыл Себя во Христе Иисусе Господе нашем. Бог послал Сына в мир, чтобы Сын стал человеком, и чтобы мы узнали Его. Он нам открыл Себя. Мы не обманщики, мы не врём. Спросите любого человека, священника любого, который уже седой, старый, который прослужил у престола Божьего, там, 50-60, столько, сколько вы не жили лет, у престола простоял возле крови Христовой, и чаши с кровью, и телом Его. Он тебе скажет, что он поверил парадоксально, чудесно, случайно, неожиданно, что Бог открылся ему, как Павлу. Павел шёл убивать христиан, а Бог открылся ему. Так и все мы. Мы шли убивать Божьи заповеди. Мы шли на блуд, на воровство, на гордость, на карьеру, на злобу всякую, на всякое человеческое такое безумие. И Бог вдруг на дороге нас остановил. Говорит, стой, 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 так нельзя жить. Куда ты идёшь? Савлу сказал так прям явно, Савл, Савл, что меня гонишь? Говорит, да кто ты такой? Господи, ты, господин, ты кто? Говорит, я Иисус, которого ты гонишь. У нас так ярко это не было. Но всё равно Бог нас остановил всех. Мы все шли в ад. Господь встал на дороге и сказал, ты куда идёшь? Маша, Катя, Вася, Петя, Василий, Иван, Дмитрий, куда ты идёшь? Ты знаешь, что там? Туда нельзя идти. И мы остановились. Это Он с нами разговаривал. Мы Его не выдумывали. Это Он нас нашёл. Христос ученикам Своим сказал, не вы меня избрали, я вас избрал. То есть мы Бога не придумали. Это Он нас позвал. Мы пришли сюда, потому что Он зовёт нас. Это не мы себе фантазируем Иисуса. Это Иисус зовёт нас, когда мы забываем про Него. Мы забываем про Него. Живёшь, как свинья в грязи, и забываешь про Иисуса. Он же чистый, а ты грязный. Как грязному помнить про чистоту? Если в грязи хорошо, тепло, и хрюкаешь, там лежишь в этой грязи. Значит, такое, и не нравится тебе ничего святое и чистое. Оно чужое для тебя. А Он тебя зовёт. По имени зовёт. Как овечку, по имени. Называет тебя, там, Яша, там, Вася, там, Вадик, там, Даша. Иди сюда. Ты что? Он, представьте, у Христа сколько работы вообще. У Него постоянно он занят работой. Он каждую секунду кого-то зовёт. Наблюдает за всем миром и зовёт людей, которые готовы услышать Его. Он нас остановил и позвал сюда. И мы пришли. Вот мы с вами в раю. Это рай Божий. Если бы вам сказали, что есть некий рай, и ты можешь бесплатно заходить в него, вы побежали бы сто процентов. Говорит, да где, где рай, где бесплатно можно в него зайти? Говорит, это храм. А, храм, да. Я в храме был, там не рай. Да? Нет. Ты в храме не был ещё. Ещё кто? Многие из нас ещё в храме не были. Потому что, если ты почувствуешь храм как рай, тогда ты в храме был. Если ты не ощущаешь храм как рай, то ты в храме ещё ни разу не был. Вот. Я вам твёрдо говорю. Человек, клянусь вам. Жизнью вечной своей клянусь. Что это рай. Здесь рай. Если вы здесь рай не найдёте, вы другого рая не увидите. Настоящий рай, будущий, вечный, святой, возле которого Михаил с мечом стоит, не будет ваш. Вас туда не пустят. Если вы здесь, на земле, в храме, рай не найдёте. А если вам здесь рай, то там и вам тоже рай. Он для тебя. Заходи, добрая душа. Заходи, смиренный человек. Заходи, покаявшийся грешник. Кто в раю живёт? Покаявшиеся грешники. Вы думаете, там только святые живут? Ничего подобного. Пётр получил ключи от этих дверей. А он что? Он предатель, извините. Он из трусости отрёкся. Говорит, не знаю я этого человека. Я этого человека не знаю. Да ты был с ним. Да не знаю я его. Ну ты же был с ним. Я этого человека не знаю. Он три раза сказал. Не раз. Мало чего можно болтнуть разок. Три раза. Отрёкся от Иисуса. И получил ключи от рая. Потому что потом плакал всю жизнь. Плакал, 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 плакал. Всю душу выплакал. У него другая душа уже потом. У него на иконах, если вы увидите иконы Петра, у него такие бороздки, высохшие русла рек. Такие от глаз до подбородка. Такие нарисованные. У него были такие, прям проплаканные, такие дорожки на лице. Все, кто видел Петра, знали, что это Пётр. Вот по этим знакам. Потому что он был всю жизнь. Он петуха не мог слышать. Когда петух пел, он начинал рыдать. Раньше будильников не было. И он, когда петух там запоёт, там, кукаряку. А как по-английски кукаряку? Коки-ду-дол-ду. То, что для нас кукаря... Вот интересно. Как интересно. Одни и те же звуки, как разные народы воспринимают. Вот для нас Петух поёт кукаряку. А для англичан коки-ду-дол-ду. А для англичан... Извините, для французов. Асакюх. Считают. Французы думают, что петух поёт. Асакюх. Какой там асакюх? Там кукаряку. Вот как одно и то же по-разному воспринимается людьми. Вот какая фоку, какая штука интересная. Жизнь человеческая. Как много интересного всего. Мы всё в раю узнаем. Всё будет понятно. Но мы и сейчас можем много узнавать. Нам будет интересно жить. Пожалуйста, живите интересно. Читайте, думайте, узнавайте, вникайте. Вам будет весело. Потому что знание веселит сердце человеческое. Чем больше знаешь, тем веселее тебе жить. Конечно, во многом знание и много печали. И много познаний умножают скорбь. Но чем больше ты читаешь, молишься, поёшь, ходишь, там бродишь, там заходишь в храмы, узнаёшь, тем тебя сердце расширяет. То есть будет сердце широкое. Широкое, как вселенная. А так сердце такое, как куриная дулька такая. Там ничего не помещается. Там нет ни веры, ни любви, ни милосердия. Потом маленькое такое, маленькое. Как у курицы. Должно быть широкое такое сердце у человека. Так вот Пётр, он реально плакал всю жизнь. Плакал, как Тарковский пишет. Просыпается тело, напрягается слух. Ночь зашла до предела. Крикнул третий петух. Сел старик на кровати, заслепела кровать. Было так при Пилате. Что теперь вспоминать? Кто всего мне дороже, всех желаннее мне? В эту ночь от кого же я отрёкся во сне? И кому это надо вспоминать за Петра? Не помню, одну строфу не помню. Крик летит петушиной в ранней утренней мгле через горы долины по широкой земле. То есть человеку во сне вдруг привидело, что он отрёкся. Он уже старый, он сел на кровати, заскрипела кровать. Он думает, Господи, это же я как Пётр, от Тебя отрёкся. А сколько раз мы отрекались от Господа? Сколько раз мы отрекались от Господа? А что ещё впереди, кто его знает? И вот мы приходим в рай Божий, в эту Церковь Святую, для того, чтобы любить Господа, чтобы научиться любви и верности, что любовь без верности – это не любовь. Даже простая земная любовь. Если я женщину люблю, то я с другой женщиной не сплю. Любить одну и спать с другой – это не христианская любовь. Раз любишь, значит верность. Любовь – это верность. И к Богу так же. Любишь Бога – будь Богу верным. Не отрекайся от Него. А сколько мы можем отрекаться от Него? По малодушию, по страху, по стыду, по суете, по забывчивости. Я забыл. Я забыл, что-то есть. Что ж ты грешишь? Он спросит меня, говорит, ну что ж ты, Андрюха, ну что ты грешишь постоянно? Говорит, Иисусе мой, я забыл, что ты есть. Такое было, такое чувство, что тебя нету. Я бы забыл, что ты есть вообще. Если бы я знал, что ты есть, то я бы не грешил. А так я как-то забыл, как бы взял и опять нагрешил. Говорит, ну, брат ты мой, у тебя слабая память, слушай. Вроде память хорошая, но слабая. В общем, друзья мои, мы в раю сейчас с вами. Это настоящий рай, другого нету. Тот будущий рай, который будет 100%, он будет для тех, для кого здесь рай. Если здесь тебе не рай, тамошнего рая не жди, у тебя там будет дискотека. И рогатый будет приносить новые диски каждые пять минут. И ты будешь плясать на сковородке. Ух ты спляшешь там. Такие танцы спляшешь. И еще окажется, что ты во веки веков плясать будешь. Не просто годик попляшешь, а в вечную вечность будешь прыгать на сковороде под новый диск, который рогатый тебе принесет. Бог вас сохрани от этой страшной дискотеки. В рай нужно идти, в рай. Мы и так здесь почти в аду. Что мы здесь живем? Что хорошего у нас есть? У любого человека. Что ты в трамвае ехал, что в Мерседесе сидел? Спроси у людей, распахни его душу наизнанку. Что у него там? Страхи, обиды, похоти. Всякие там мечтания дурацкие, ненужные, неисполнимые. Значит, злоба, обида, зависть. Что у человека внутри? Ад. Настоящий ад. Что ты в Мерседесе, что ты в трамвае. Абсолютно никакой разницы. Что у тебя, значит, на ногах, там, ботинки, значит, за 500 рублей. Что у тебя на ногах ботинки за 500 долларов. В душе все равно ад. У богача и у бедного. И у старухи, и у молодухи. И у многодетной, и у бездетной. И у мужика, и у девочки. У всех одно и то же. Кошмар внутри. Он не остается на этой исповеди. И я не знаю, почему еще не белый, как снег. Почему у меня башка еще до сих пор не сидеет. Борода сидеет, а башка нет. Потому что я с ума схожу там, слушая ваши истории. Я свою историю знаю. От меня тоже можно с ума сойти. Еще ваши слушаю. И у меня все в голове переворачивается. Вот это наша жизнь. То есть священники знают жизнь. Врачи знают жизнь. Перед ними лежат эти все опухшие, обмороженные. Там снагноившиеся. Всякие там такие стонущие, плачущие. И они постоянно со скальпелем в гною, в крови, в бинтах, в грязи. Врачи знают жизнь. Попы знают жизнь. Потому что они с грехами вечно возятся. С дерьмом человеческим. Вот. Еще юристы знают жизнь. Потому что они вечно разбирают тяжбы всякие. Там мама с папой развелись, делят квартиру, дочку, сына и так далее. Это грязь человеческая такая. То есть юристы, врачи и священники. Ну, может быть, еще кто-нибудь там. Вот тут грязь человеческая. Что такое наша жизнь? Спросите у врачей. Они вам скажут. Кровь, слизь, грязь, старые бинты. Что такое наша жизнь? Спросите у юриста. Он скажет. Драки, судебные тяжбы, зависть, вражда. Многолетние иски друг к другу. Самые родные помириться не могут. За кусок несчастной земли. Знаете такой еврейский анекдот, когда два еврея за землю судились? Он говорит. Это моя земля. Он говорит. Нет, моя. Моя. Нет, моя. Вот документ. Он говорит. Вот документ. Поддельный какой-нибудь такой. Моя земля. Моя. Я тебя сейчас убью. Я тебя тоже убью. Вот. Пошли к Равину. Пошли. Он говорит. Скажи, чья земля? Он говорит. Моя. Ты скажи. Моя. Он говорит. Пойдем в землю спросим, чья она? Твоя или твоя? Он говорит. А что, земля может говорить? Он говорит. Конечно может. Уже не знали что ли? Земля скажет вам. Ну пойдем. Но чтобы это только все слышали, чтобы не только вы двое, я третий. Давайте всех позовем. Всю общину, всю синагогу. И в субботу пойдем после молитвы спросим землю, чья она? Она скажет. Это всем будет интересно и полезно. Собрались. Вот эта земля, эта земля. Скажи, она чья? Говорит. Моя. Ты скажи. Моя. Ну что ж, спросим землю. Земля, ты чья? Земля, конечно, молчит. Он так раз, так ухом к земле, потом стоит. Говорит. Слышали? Говорит. Мы ничего не слышали. А я слышал. Говорит. И что она сказала? Земля сказала. Она не твоя и не твоя. А вы оба ее. Вы в ней будете лежать. И никуда ее не унесете. Не наша земля. Мы ей принадлежим. Мы в нее ляжем. Мы никуда ничего не унесем. Ни одну тряпку, ни одно колечко. Ну разве что напихают на нас. Да еще бывает, что и гробы обкрадывают. Ради этого мишуры этой, которые там на покойников надеты. Гробокопатели. Есть такой страшный грех гробокопательства. Когда раскапывают гробы ради снимания с покойников всяких там сережек, колечек и вынимания золотых зубов из челюсти у покойника. Есть такое? Есть такое. Я видел такое сам. Ну видел, как выбивают молотком покойнику золотые зубы, чтобы вор не украл. Есть такое. У Григория Богослова есть штук 300 стихов, обличающих гробокопателей. Говорит, о, ты проклятый, как ты смеешь залезть в гроб и снять с человека одежду. У него такие короткие стихи, двухстишные такие. Штук 300, наверное, есть у него. То есть это распространенный грех. То есть земля не наша, кирпичи не наши, небо не наше, ничего не наше. Мы его туда уйдем. Все, все, все. А вот рай Божий наш, его Бог для нас создал. Говорит нам, давайте, овладевайте землей. Как евреи вышли из пустыни, зашли в землю бетованную. Говорит, овладевайте, завоевывайте, живите, трудитесь, ешьте, пейте, живите здесь. Это ваша земля, я подарю ее вам. Так же рай нам подарил Господь. Говорит, заходи и овладевай. Чтобы раем овладеть, нужно научиться милосердию, терпению, прощению, молитве. Вниманию. И так далее, и так далее, и так далее. То есть добродетели, это оружие, благодаря которому мы заходим в рай. Овладевайте раем, братья и сестры, овладевайте раем. Чтобы вам в аду не быть. В аду очень страшно. Очень плохо. Ни одна тюрьма человеческая с адом не сравнится. Тюрьма это курорт. А ад это по-настоящему страшно. А рай это по-настоящему хорошо. Завоевывайте рай, приобретая хорошие качества. Терпите, помогайте, молитесь, радуйтесь. Плод духовный есть любовь, первое. А второе радость. Галатам пишет апостол Павел. Плод духовный есть любые. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых не из закона. То есть таким закон не нужен. То есть они выше закона, они святые. Любовь, радость, мир. Поэтому если вам радостно здесь, вот здесь вам радостно, значит вы знаете, что такое рай. Если вам здесь скучно, то вы демоны. Если вам здесь грустно, вы тоже демоны. А если вам здесь хорошо и радостно, значит вы люди Божии. Для вас рай стоит. Он вас ждет. Поэтому любите храм, любите духовенство, какое бы оно ни было. Толстопузое, краснощекое, значит, жирное, ленивое, значит, такое-такое-сякое. Мы всякие бываем. Мы грешнее вас, между прочим. Мы действительно грешнее вас. Доктор тоже болеет. Доктор операции делает, но сам болеет. Священник вас исповедует, а сам грешит. И мы грешнее вас. Вы святее нас. Я клянусь вам, это правда, я не вру. Вы лучше нас, потому что нам больше дали. На нас такая тяжесть лежит, что мы не можем под этой тяжестью жить. У нас колени ломаются. Мы просто нести не можем. Просто идем и падаем по дороге. У нас подламываются колени от той тяжести, которую добрый Христос нам на плечи положил. Но вы нас не осуждаете, потому что мы нужны вам. Вы без нас пропадете. Кто вам еще правду скажет, кроме нас? Вас обманут. Мы скажем правду. Кто вас пожалеет? Никто. Вы никому не нужны. Только Бог пожалеет, священник. Кто на вас помолится? Никто. Вы никому не нужны. Родной маме вы не нужны так, как вы нужны церкви. Мы помолимся, пожалеем, подскажем, послушаем, утешим. И будет все хорошо. Не осуждайте нас. Мы грешники, но вы нас не осуждаете. Потому что вы тоже грешники. Но мы же вас не осуждаем. Мы же знаем ваши грехи. А мы вас любим. Потому что вы хорошие. Понимаете? Грех – это грех. Это отдельно. Это грязь. Смыл грязь, а душа осталась. Так же и вот мы любим вас. Хотя мы знаем, священнику быть мизантропом легче всего. Потому что он с утра до вечера возится с дерьмом человеческим. Однако священники самые добрые. Поглядишь на них, они все веселые, ходят такие. Как ты, батя, прослужил лет сорок и веселишь до сих пор? Как ты с ума не сошел? Дух Святой мне помог. Спроси любого священника. Как же ты не чокнулся за все это время, слушая чужие исповеди, венчая, хороня, крестя, молясь, так далее, так далее. Говорит, ты знаешь, Дух Святый веселит сердце человеческое. Это от Духа Святого. Поэтому мы вас не судим, мы вас любим. И вы нас не судите. Любить можете нас не любить. У нас жены есть, они нас любят без вас. А вот не осуждать нас надо. Не судите нас сильно, строго. Потому что мы просто люди, которым на плечи Бог положил, ух, какую серьезную плиту, бетонную плиту. И мы ее несем. Худо, бедно несем. Ножки подгибаются, но мы не падаем. И мы сейчас в раю. Это главная мысль, которую я хочу забить, как гвоздь вашу душу. Мы в раю здесь. Любите церковь. Любите свое отечество. Молитесь Богу за покойных сродников. Бога бойтесь. Царя чтите. Братство возлюбите. Так пишет Петр в своем соборном послании. В общем, мне очень радостно, что мы до сих пор еще живы. Не ровем час, помрешь и будь здоров. Забудут через два дня. Да, да, уже вечером после погребения уже забудут, как тебе звали. Потому что сериал по телевизору. Надо включить, посмотреть, как бы уже все забылось. Пока что мы живы. Мы пока что в храме. И это рай. И вы это примите к сердцу. Так глубоко, глубоко себе в сердце запечатайте. Мимо храма без креста не ходите. Проезжаешь, проходишь, перекрестись, а то еще и зайди, поставь свечку, коленки преклони. Помолись Богу, потому что дом Божий. Сие есть дом Божий и сия врата небесная. Вот. Ну и будем живы-здоровы и еще встретимся с вами. Еще разок. Другой. Христос воскресе. Порисим воскресе. Целуйте крест и с Богом по домам. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.